Мы проверим связь, как вы меня слышите. По стандартной процедуре, по 10-бальной шкале, соответственно, ставим от 1 до 10 качество звука для начала. Ну и картинку, наверное, соответственно. Так, располагайтесь поудобнее, да, сделайте так, чтобы вам стало хорошо. Видео хорошее, звук хороший тоже. Ну что ж. Я не на своей территории нахожусь, в общем-то, но ничего, да, можно работать, как я вот посмотрю. Сегодня у нас довольно интересная тема – диагностика кармы. Сейчас я вам хочу кое-что зачитать. Значит, по поводу из йоги, из йога-сутр. Сейчас. Ну, пока мы ждем, собственно говоря, еще людей обычно 5-10 минут народ тянется. Значит, и я вот тут тоже веду подготовку. Может быть, есть вопросы, пока я тут настраиваюсь и ждем. А, люди заходят вот каждую секунду. Значит, может быть, сформулируете какие-либо вопросы, которые мне помогут? Да, да, Галина. Хорошо, что вы проснулись. Вот Галина мне в личку написала. Ой, вы здесь, а то меня из комнаты выбило. Не знаю, может быть, я заходила и вас выбило. Может быть, нет. Не знаю. Ну, я могу, как? Могу выйти? Или вы уже объявили, все сказали? Понятно. Понятно. Ну, все в порядке. Я уже тут начинаю буквально через пару минут. Значит, в таком случае я не буду выходить, потому что комнаты эти не любят, когда выходишь, заходишь. Значит, по... Непривычная комната для меня, потому что, когда в других вебинарных комнатах я вижу себя как бы впереди и прямо как бы на себя смотришь и говоришь. А здесь картинка слева от меня и приходится косить глаза и такое ощущение, что, ну, в общем-то, как-то не так. Вот. Ну, ладно, это мелочи жизни, что называется. То есть, ничего, можно приспособиться. Значит, тема сегодня карма. Диагностика кармы, точнее, не просто карма. Ну, само по себе и карма, соответственно. Я хотел бы... Говорят, что в новых энергиях произошло обнуление кармы. Ваше мнение по этому поводу. Вопрос такой. Правда ли, что уроки кармы искупаются уже в течение этой жизни, все ускорилось сильно? Я не знаю, Валерий, откуда вы владеете информацией, но, судя по всему, вы как-то верно нащупы наткнулись на один из потоков истины, если можно так сказать. В последнее время священнослужители заметили странную вещь, что свечи, которые горели раньше, допустим, там 20 минут, сейчас сгорают за 10 минут. Свечи одни и те же, делаются по одной и той же технологии, с одних и тех же материалов. Там стандарт, это все, размеры и все-все-все прочее, вес, все-все абсолютно то же. Не стало ничего за последнее время, ну, последнее время, это несколько лет последних, свечи стали сгорать быстрее. Они не могут понять, в чем дело, что произошло. Причем, ладно бы там на 10%, на 20%, в разы это все стало увеличиться, ну, в два раза. И вот тут, значит, совершенно так сказать, люди, видимо, далекие от церкви, и от этой информации пишут, что все ускорилось сильно. Поддельный воск. Я же говорю, в церкви не бывает поддельного воска. Речь идет о тотальном изменении, не о том, что где-то в одной церкви или в одном каком-то. Речь идет о том, что священнослужители, они поддерживают догмы, у них там есть стандарты на все, материалы, которые используются. Это очень серьезный подход. Вы не представляете, что такое церковь? Ее внутреннее устройство. Размеры, форма, вес, материалы используются столетиями одно и то же, и ничего не меняет. Вот. Это первое. Но вот вопрос, который Галина задает, значит, правда ли, что вроде кармы скупаются уже в течение этой жизни? И сейчас я прочитаю то, что сказано в йога-сутрах по поводу кармы, и потом сможем оценить. Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем аффекты, может ощущаться как в первых, так и в невидимых формах рождения. Невидимые формы рождения – это следующее и будущее жизни, будущее воплощение. Поэтому, Валерия, отвечаю лично на ваш вопрос. Есть скрытые факторы кармы, которые не проявятся в этой жизни, потому что находятся в условиях подчиненности, перед другими моментами жизни. И, соответственно, будут ждать своего часа, пока не реализуются. Но все, что человек увидел, услышал, приобрел, обязательно будет реализовано. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Карма неумолима, карма и ничего более. Результат – причинно-следственных связей. Они не могут не произойти. Если совершил какой-то поступок, будет за этот поступок определенная реакция на этот поступок. В этой связи скрытая потенция благой и неблагой кармы возникает из влечения, жадности, ослепления и гнева. И она, эта скрытая потенция кармы, может ощущаться как в видимом, то есть в настоящем рождении, так и в рождении невидимых, то есть в будущем. Здесь скрытая потенция кармы, которая реализуется с высокой степенью интенсивности, благодаря повторению мантр, подвижничеству, юридическому сосредоточению, или же вследствие почитания Ишвары, Божьих наставников, великих Риши и достойных высокого уважения личностей, немедленно приносит соответствующий результат. Такова скрытая потенция благой кармы. Я небольшие комментарии буду делать. Особенность в том, что если мы оказываем какую-то услугу, мягко говоря, заслуженным людям, великим, знаменитым, известным, музыкантам, художникам, поэтам, за которыми стоит эгрегор их поклонников, то в таком случае ускоряется созревание кармы, как хороший, так и плохой. Однологичным образом, когда снова и снова причиняется зло тем, кто охвачен страхом, больным или калеком, или тем, кто доверчив, или тем, кто достоин высокоуважения, или подвижником, когда вследствие высокой интенсивности аффекта, это скрытая потенция кармы, приносит немедленный результат. Или очень быстрый результат, я бы так сказал. А вот малозаметные, вялотекущие события жизни, которые купируются, закрываются, как бы так сказать, другими поступками человека, и его истинная мотива или сущность до поры до времени остается скрытой, ждет своего часа и проявится, неумолимо также проявится. Опять же, зависит от того, какие используются другие факторы для прикрытия каких-то первых моментов в жизни. Допустим, человек, ну, как говорится, ворует. Сколько веревочки не виться, как говорится, всегда конец будет. Рано или поздно скроется это воровство. Но оно может быть прикрыто умелой маскировкой и так далее, и иногда какие-то вещи даже переходят в следующий воплощение. Еще раз повторяю. Аналогичным образом, когда снова и снова причиняется зло, понимаете, вы слушайте. Аналогичным образом, когда снова и снова причиняется зло, снова и снова, не один раз. Тем, кто охвачен страхом, безвольным, по сути, людям, больным или коллегам, или тем, кто доверчив, зло, ребенок доверчивый, а ему причиняется зло. Вот что ускоряет созревание кармы, но отрицательное имеется в виду. или тем, кто достоин высокоуважения, или подвижникам, тогда вследствие высокой интенсивности аффекта это скрытая потенция дурной кармы также приносит немедленный результат. Что касается обитателей адов, то в них нет скрытой потенции кармы, которая может ощущаться в видимом рождении, то есть в их наличной форме существования. А у тех, кто полностью освободился от аффектов, отсутствует скрытая потенция кармы, которая может ощущаться в невидимом рождении. В этой связи рассматривается следующий вопрос. Является ли одна карма, то есть единичное действие, причиной лишь одного рождения? Или же одна карма обусловливает многообразные формы рождения? И второй вопрос. Вызывает ли многообразная карма многообразные формы рождения? Или же многообразная карма вызывает только одно рождение? Неверно полагать, что одна карма есть производящая причина только одного рождения. Почему? Потому что тогда у мира живых существ исчезла была уверенность в безопасности ввиду отсутствия закономерности последовательности осуществления результата настоящего действия и деятельности, накопленной в течение безначального и неисчислимого времени и еще не осуществленной. А это неприемлемо. Потому что если каждое единичное действие из множества действий является причиной многообразных форм рождения, то отсюда следует, что времени для осуществления результата в остальных действиях не существует, а это также неприемлемо. Давайте разберёмся сейчас с этим. Понятно, что карма не имеет, по сути, ни начала, ни конца. Она беспрестанно создаётся нашими поступками, нашими действиями. И вот немножко Галина написала, а что грех быть доверчивым? Не грех быть доверчивым, а грех доверчивым людям приносить зло. Теперь давайте я своё собственное мнение скажу о карме, которая, надеюсь, вам тоже будет интересно. Оно более простое, потому что здесь очень сложная речь и сложный язык. И мне кажется, что вам будет тоже интересно услышать истину. Во всяком случае, она труднооспорима. То есть истину нельзя подкорректировать. Она совершенна. И я попробую сейчас именно её и произнести. А вы попробуйте, её и у вас хватит, что называется, логики, ума, силы, воли или, как говорится, интеллекта, мои слова, оспорить. Итак, карма у злодеев чёрная, у людей, делающих добро, белая. Можете оспорить? Пытайтесь, у нас сегодня встреча в диалоговом режиме проводится. У злодеев чёрная, у людей, делающих добро, белая карма. Теперь бывает карма чёрно-белая и бело-чёрная. У людей, у которых чёрно-белая карма, это значит, плохие люди находятся в благоприятных условиях. И бело-чёрная карма, когда хороший человек находится в тяжёлых условиях. Допустим, ребёнок рождается в очень неблагоприятных условиях, в тяжёлой семье, в семье алкоголиков. Бывает такое, что мать алкоголичка. У меня были случаи, даже по телевизору я показывал в программе «Малахов плюс». Женщина обратила за помощью, у неё хотели отнять детей. Может, помнит этот сюжет. Она до сих пор не пьёт, и даже им справку выдавали. Но дети волшебные. Я приведу сейчас очень тяжёлый пример. Не хотел о нём говорить. Это событие буквально несколько дней тому назад. Может быть, это и не надо было бы сейчас выносить на людской суд, но я это сделаю. Мне как-то позвонили люди 12 часов ночи и попросили, ну, как бы, консультировать, что делать. Отец избил маленькую девочку 9 лет. В присутствии двоих маленьких детей 4 года мальчику и 2,5 года. Девочку зовут Настя. Она сейчас лежит в больнице. А маму запугал. Он сам юрист, юридическое образование, но, видимо, просто какой-то маньяк. Меня это очень завело. Я до сих пор не могу успокоиться, тем более, это меня как-то коснулось. Напрямую позвонили люди. Ну, естественно, я и вызвал милицию, полицию. Написал заявление имени соседа, потому что там посмотрел на сайте поддержки детей. То есть есть, значит, у нас оказывается в Москве такие. Вот. Но, понимаете, эти дети, за них никто не может вступиться. То есть светлые дети, как вы знаете, как закон подлости какой-то. Волшебные дети, послушные. Дети бывают разные. Это золотые дети. Оказались в тяжелейших условиях. То есть с человеком, со зверем, который просто бьет маленькую девочку. А опоздала она из музыкальной школы. Просто она очень много болела, в подавленном состоянии находится. И ей стало немножко лучше. И она опоздала на 45 минут. И отец из-за этого в нее разломал кляску, там гематому и все прочее. Меня это, конечно, так возбудило, возмутило. Вот это, извините, что такой тяжелый пример сказал. Кстати, даже, может быть, кто-то мне подскажет, как все-таки более грамотно сделать, чтобы мама, которая... Мама будет, кстати, боится, что она останется без средств к существованию. И, ну, как бы боялась написать на такого человека, соответственно, значит, заявление. Вот пример бело-черной кармы. Извините за примеры жизни. Не хотела его произносить, но на сердце просто это. И хочется, ну, как-то вот сказать. Может быть, кто-то даже в конце нашего разговора чем-то и подскажет. Вот. Значит, светлые чистые души находятся в тьме и зла. Пример бело-черной кармы. И, соответственно, подвожу маленький итог. Есть белая карма, есть черная, есть черно-белая, есть бело-черная. Значит, и есть карма, когда ее нет, кармы, что называется. То есть есть люди, у которых нет кармы. Тоже нужно дать небольшое пояснение. Хочу сказать вам небольшое пояснение. У кого, собственно говоря, нет кармы. Что это за люди? Это люди, которые посвящают свои поступки Богу. А так как Бога в прямом смысле такого слова нет, Он есть, но не в том виде, в каком поступке наши Ему. Не то чтобы нужны, Ему ничего не нужно. То в таком случае считается, что эти люди совершают свои поступки, посвящают другим людям. И ничего не хотят получать за это в ответ. То есть в таком случае они совершают действия, но не ждут результатов за свои действия. В таком случае они независимы от этого мира. И у них как бы нет кармы. Знаете, наверное, да, вот это святые. Опять же, если говорить о том, что по поводу кармы, то пример такой вот смешанной кармы в основном, ну как бы, наиболее распространен. Есть карма не только у людей. Есть карма у страны. Есть карма у города. Есть карма у района. И даже есть карма, можно сказать, ну как бы отдельных каких-то вещей или предметов, если так выразиться. То есть у всего есть какое-то свое предназначение. Ну и карма человечества. Вот, собственно говоря, это такая вот... Дальше я хочу продолжить по поводу кармы, и потом уже мы с вами пообщаемся. То есть я хочу сослаться на священные тексты, которые неоспоримы. Итак, карма может иметь непосредственный результат и результат отодвинутый во времени. Благодаря саньями относительно кармы или на основании дурных предназначений возникает знание о предстоящей кончине. Карма, созревающая на протяжении данной жизни, бывает двух видов, дающая непосредственный результат и приносящая результат от стоящего времени. Как мокрая одежда, будучи разосланной для просушки, высыхает за короткое время, так и карма, дающая непосредственный результат, как та же самая одежда, свернутая комом, сохнет долгое время, так и карма, приносящая результат от стоящего времени. Или еще одна аналогия. Как огонь, упавший в сухую траву и раздуваемый ветром, сжигает все очень быстро, так и непосредственный результат кармы. И как же тот же самый огонь, последовательно подносимый к пучкам травы, сжигает их очень долго, так и отстоящий во времени результат кармы. Итак, карма, ограниченная одной жизнью и определяющая ее протяженность, бывает двух видов, дающие непосредственный результат и приносящие результат от один минуты во времени. Благодаря саньями на ней у йогина возникает знание о предстоящем окончании жизни. Или, как сказано в сутре, на основании дурных предзинаминований, дурные предзинаминования трех видов, касающиеся самого индивида, касающиеся других живых существ и относящиеся к божественным сущностям. Из них, касающиеся индивида, те, когда закрытый, ну, тот специфический текст, я не думаю, что, наверное, его сейчас надо озвучивать. Хотя, ладно, раз начал, значит. Значит, сейчас я книгу отложу в сторону и мы, соответственно, продолжим с вами договор о карме. Значит, диагностика кармы заключается в том, что необходимо проводить своеобразные медитативные вещи. То есть человек хочет знать свое будущее, хочет знать свое прошлое и хочет знать, ну, в общем-то, ближайшее настоящее. Да, видите, тут народ это затронуло. Вот мой пример. Не знаю, правильно ли я сделал, но я не смог не сказать об этом. В Америке, если родители сбили ребенка, то сам ребенок звонит в полицию, приезжает и отца в КПЗ увозят в наручниках и дает срок сразу. Елена, мама девочки должна сделать свой выбор между извергом мужем и здоровьем своих детей. Мать сама из Молдавии, подавленный человек. Он много раз избивал, кстати, и мать в результате детей. Они запуганы и подавлены. То есть и более того, они зависимы от этого изверга. Конечно, я, что в моих силах, попытаюсь оказать им небольшую такую поддержку, вплоть до того, чтобы, может быть, даже финансировать их, поддержать, пока не будет отца. Но вообще принимать решение нужно сейчас. То есть нужно рвать все подряд. Не надо надеяться на его, на его эти несчастные деньги, которые он дает этой семье за то, что он их избивает. Это просто животное. Это просто одержимый какой-то сумасшедший человек. Как можно бить 9-летнего волшебного ребенка, который ходит в музыкальную школу? Бывают дети непослушные, бывают дети, ну вот, с черно-белой кармой, как говорится, когда сам ребенок не очень хороший. Я знаю тоже примеры, ну, как бы, бабушка, мама, и там интеллигенты, преподаватели. Да, совершенно согласен, Галина. Ну, а ребенок растет, ну, неуправляемым. То есть может бабушку даже шилом колоть. Такие случаи. Ну, я просто веду прием, очень много примеров, когда дети не слушаются, попадают в плохие компании, а хотя родители очень хорошие. Это пример черно-белой кармы. То есть пришел с черной кармой в этот мир человечек, ну, видимо, а находится во благоприятных условиях. Вот это пример черно-белой кармы. А здесь такой пример, что волшебные хорошие дети, и за это еще и получают вот какое-то наказание, какое-то издевательство. Конечно, наверное, мы сейчас вот как-то вместе соберемся, эту энергию. И хорошо, спасибо, что вы меня поддержали. Теперь я просто знаю, как надо действовать. Просто не останавливаться и не оставлять это в покое. Ну, наверное, надо будет нанять. Значит, ой, я никакой не святой человек. Я просто хочу хоть раз, ну, может быть, не раз, а хотя бы довести это дело до конца и не дать извергам вот издеваться над людьми. Значит, ну, ладно. В общем, спасибо за поддержку. Давайте мы переключимся, я все понял. Значит, чтобы нам, значит, все-таки и на позитивном на чем-то сосредоточиться, потому что тему свое время. И у меня вот есть, ну, я бы так сказал, идея. Каждый из нас вот живет в каком-то своем мире. Что-то делает. Все люди хотят сделать что-то хорошее для себя. Это понятно и разумно. Что самое интересное, Боженька Всевышняя награждает даже тех людей, которые делают хорошее для себя. Ему все равно, потому что мы тоже его ребенок. Мы тоже его внук или Сын Божий, каждый человек. И в каждом из нас присутствует божественное начало. И если мы делаем что-то хорошее даже для себя, то получается мы в таком случае все равно угождаем Творцу и получаем за это еще награду. Но наступает такой момент в жизни. Я не знаю, как у кого, может быть, просто у меня такой подошел период. Может быть, время просто, как говорите, вот тут написали люди, что какое-то время сейчас интересное, ну, какое-то особенное, быстрое. А, все, я вспомнил. Значит, мы живем в период Кали-юги, и сейчас вот Железный век, и вот эти события происходят. Так вот, я хочу вам сделать одно предложение. Давайте начнем делать добрые дела. Давайте вспомним, что помимо собственного благополучия, помимо собственных каких-то благ, которые нам, ну, наверное, нужны, и, видимо, каждый заслуживает, если он хорошо работает, хорошо учился в школе, закончил, допустим, институт, ну, приложил какие-то усилия, конечно, судьба будет благосклонна к такому человеку, ну, все познается в сравнении, соответственно. И если человек, ну, имеет силы сделать для себя что-то хорошее, ну, это только на короткий отрезок времени, потому что есть, это так называют, своеобразная белая магия. Но есть и периоды в жизни, когда мы должны задуматься о том, что мы можем хорошего сделать для внешнего мира. То есть я призываю сейчас вот людей, которые к нам сегодня пришли, начать накапливать белую карму, потому что может наступить такой период нашей жизни, когда нам придется расплачиваться, а у нас, как говорится, за душой может не оказаться ничего такого, чем мы можем расплатиться, потому что ошибки совершает каждый, наверное, из нас. В мелочах мы можем совершать много мелких, глупых каких-то ошибок и действий, значит, накапливается вот это, и наступает момент, когда надо расплачиваться. И если у человека за плечами нет белой кармы, то обычно человек расплачивается здоровьем. И вот я хочу, чтобы вы знали вот такую интересную вещь. Я как-то однажды написал интересную статью, не знаю, есть ли она в интернете или нет, сохранилась или нет. Блеск и нищета черных магов. Так вот, хотелось бы напомнить об этом. Черные маги это люди, которые делают пользу только для себя. Как я уже сказал, для себя можно делать пользу, но не превращаться это должно в самоцель. Надо в какой-то мере и сделать что-то хорошее. Так вот, на них есть управа. Черные маги это люди очень умные. Ну, как вам сказать? Не все понимают эту логику. Я немножко сбью, чего, может, сегодня говорю, но я сейчас возьму себя в руки и донесу мысль ту, которую я хотел бы все-таки сказать. Итак, есть на Земле люди, которые именуются черными магами. это не то, что мы привыкли видеть, когда читаем объявления в газетах типа «Тайной власти», что там «Приворожу 700%, снимаю порчу с глаз». Это, честно говоря, извините за прямоту, дураки. Никакие они не маги. Настоящие маги находятся там, где вы даже не представляете. Они сидят, являются чиновниками, они находятся в «Газпроме», они являются большими руководителями. Было время, когда я был знаком с такими людьми и ходил даже в сауну «Газпрома» на Наметкино. И был удивлен, когда большие начальники находились в сауне, в бассейне, на бортиках стояла икра и шампанское. Они плавали в бассейне, где компьютерная диагностика воды и 8 раз в сутки менялась эта вода. «Газпром», видимо, мог себе тогда это позволить. Сейчас уж не знаю, как. Так вот, официально было заявлено, что они находятся на совещании, то есть на работе. Это у них такая работа была. И что самое интересное, я был свидетелем, как одного человека, но повысили в должности. Тот человек, которого я знал, он был, соответственно, большим начальником, и у него было 4 заместителя и департамент и департамент еще один появлялся. Соответственно, нужно было на эту должность, то есть эта должность была довольно высокая, нужно еще было одного человека. В «Газпроме» там тогда царили такие порядки. Это было, в общем, не буду называть этого руками, не Миллер тогда был. и должность стоит это сколько-то денег. Все замы, молча, ничего не говоря, финансируют этот проект, чтобы их подняли вверх на более высочную стоящую ступеньку. Мой этот знакомый зависит от него все. Значит, он не помогает ни одному из них. И наверху утверждают кого-то из них, в общем, как говорится, утверждают в вышестоящей должности. И остальным возвращают деньги, которые не прошли, а этот, или который прошел, как бы отдает, соответственно. То есть система работает как бы сама по себе. И получается так, тот знакомый, о котором я говорю, не буду, естественно, говорить фамилию, он ушел, конечно, из «Газпрома», но он еще, так сказать, пусть на пенсии, но тем не менее. Значит, он ничего не сделал, он не помог, но он и не помешал. И только из-за того, что он находился на ключевом посту, на ключевом посту, он получил, можно сказать, взятку по сути. То есть вот пример черной магии. Когда ты никому не помогаешь, ты ничего не делаешь, но ты занимаешь ключевой пост, и ты получаешь какие-то средства, ты обогащаешься. Но на этих людей есть одно право. Поверьте, это управо заключается в том, что они часто болеют. И много болеют, и сильно болеют. То есть как будто Господь наказывает этих людей, казалось бы, у них все есть. И положение, и финансы, и деньги. Все, 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 что надо, а сваливаются болезни. Вот, Энжи пишет, а у нас в стране очень много таких черных магов. Так вот, это и есть настоящие черные маги. Эти люди слишком умны, чтобы делать зло кому-то, и никакую порчу, ни понятия об этой порче. они знают, что такое такое слово, но, извините, это абсурд. Вот, им что-то делать. Они слишком умны, они даже плохого людям не делают. Они делают только себе хорошо, только свою выгоду преследуют. и ничего больше. Но, что самое интересное, они зла не делают, потому что они очень умны. Они понимают, что закон воздаяния есть. Если они будут делать зло, им это зло быстро вернется. Они слишком умны, и они слишком чувствительны к этому миру. Да, только чиновники маги, и не только чиновники, есть еще, как говорится, другие, не буду тоже назвать. Так вот, как будто противовес такой, на них есть, у них своя беда, у них довольно тяжелая заболевания. Вот. А пример белых магов, это когда человек делает добро только людям. Это монахи, это старцы, на горе Афон, это люди, которые, в общем-то, делают добрые дела и, по сути, не сильно стремятся сказать, что-то за это даже получить. Обычно у них очень хорошее здоровье и продолжительной жизни на 20-30 лет больше. Но самое важное, это качество жизни. У них спокойная душа. Они не боятся, не трясутся. И вот я как-то вчера на чайной церемонии, у нас была чайная церемония здесь, в московской школе гипноза, я произнес такую фразу, что можно быть не очень богатым человеком, но качество жизни может быть очень хорошим. То есть, довольствоваться тем, что есть, и быть умиротворенным и удовлетворенным тем, что есть. А можно быть довольно богатым человеком, и при этом быть и больным, и в постоянном напряжении находиться, и в постоянном страхе, и какие-то, может быть, кредиты, и еще что-то, бог с ним, там какой-то огромный бизнес, из которого ты даже выйти не можешь, ты как муха в паутине в нем находишься, и выйти. Вот это пример как раз тот, наверное. Так что, так уж стремиться, наверное, к такому виду богатства, когда зависть возникает людей, богатства, эти дома, наверное, особняки дорогие, надо как-то защищать, надо охранять, опять же, надо постоянно быть в тонусе, потому что другие чиновники тебя могут съесть и так далее. И, видимо, это, наверное, не так уж хорошо, хотя многие люди стремятся к благополучию, к благосостоянию, но, наверное, надо понимать, что это может быть опасно. Однажды я встречался еще с одним интересным человеком. Мы с ним обменялись двумя тайнами. Ни одну, ни другую тайну, к сожалению, здесь я вам пока сообщить не могу. Значит, первая тайна касалась в том, что тот человек, с которым я встречался, познал тайну, сакральный смысл, сакральную суть денег. А мне удалось познать сакральную суть цифр. И тот человек, с которым я встречался, ну, он сейчас банкир. Но банкир не простой, как вот банкиры, соответственно, есть, а, ну, как бы так сказать, особенный. Настолько это тайная вещь, что даже не могу произнести. Извините, я забыл выключить телефон. У нас режим прямого эфира, невелика беда, подумаешь, отвлекся, сейчас взял и выключил. Вообще звук выключу. Так вот, мне удалось познать сакральную суть чисел, цифр. А человеку, с которым я, значит, познакомился, удалось познать сакральную суть денег. И мы встретились, он сказал, Геннадий Аркадьевич, когда-то я был очень бедным человеком. Я, мне повезло, что я оказался рядом с большими, известными людьми, и я носил чужие деньги чемоданами, как он выразился. но это были чужие деньги, я был всего лишь помощником, и сам этого ничего не имел. Мне давали там небольшую зарплату, которой едва хватало на существование, но не более того. значит, и однажды, говорит, я очень сильно задумался и думал об этом несколько, ну, как он выразился там, или недели, или месяца, очень долго об этом думал, и к нему пришло просветление, и он познал сакральную суть денег, и сразу же эти деньги к нему пришли. Он занимается в настоящий момент переводом денег в Европу, в Америку и обратно, и получает за это какой-то там процент, около 7 процентов. И суммы огромные, и он ничего, по сути, тоже как бы не делает, но получает вот этот посреднический, ну, не посреднический, какие-то другие там, ну, в общем, эти проценты. Сумма-то составляет, опять же, огромную сумму, то есть миллиарды. Вот. Он познал тайную, тайную суть денег, сакральную суть денег, сакральную, сокровенную. Как я уже сказал, я познал сокровенную суть цифры, значит, и мы обменялись этими, но когда я узнал сакральную суть денег, я просто отшатнулся и отступил на один шаг назад. Я не хочу такого знания. Оно опасно. Оно чрезвычайно опасно. И я удивляюсь бесстрашию этих людей, которые встали на подобный путь. Поэтому сделал шаг назад и подумал, у меня есть какие-то средства, есть любимое дело, есть там школа, есть ученики, ну и слава Богу. То есть я не стал вот этот шаг делать, потому что как только ты познаешь сакральную суть чего-либо, ты обретаешь над этим власть и приобретаешь это. Так что вот видите, как бывает интересно. А что касается экстрасенсов, то я вынужден вас разочаровать. То, что там в битве экстрасенсов и так далее, там выступают мои ученики, многие из моих учеников. Все это, к сожалению, не так, как заявляется. Это куплено рассчитано по сценарию и так далее. Иногда совпадает крайне редко, когда очень талантливый человек и за него могут спонсоры поучаствовать, то может быть редкое совпадение, что он станет еще и победителем. Но чаще всего это проект телевидения. Раскручивают проект, раскручивают человека, выводят его на такой уровень, ну и, соответственно, дальше со всеми высокающими возможностями. Я не буду комментировать людей, потому что я их знаю, многие из них мои коллеги. Значит, вот, я вам уже сказал, что это проекты телевидения. И не все так, как, в общем-то, на самом деле. И там только лишь, кстати, одно вроде ясновидение. А в области экстрасенсорики это сверхчувственное восприятие. Существует и много других, скажем так, направлений. Но на телевидении это централизованное действие, и это все спектакль. Так что вот так вот. но тоже своего рода кармические, соответственно, моменты. Значит, часто так бывает, что да, видите, Энджи пишет, я там массовки снималась, я и так поняла, что это спектакль. А сакральная суть здоровья существует. Нет, так сказать нельзя. Есть сакральная суть огня, есть сакральная суть воды, но вот чтобы сакральная суть здоровья нет. Здесь я бы так сказал, что здоровье это определенный показатель гуморов в нашем организме. значит по сути можно говорить о равновесии токов внутри тела человека. Если удается уравновесить три вот эти гумора, три составляющих, то человек будет жить очень долго и будет иметь очень хорошее здоровье. продолжительность жизни обеспечивается как раз праническими токами. И поэтому современная медицина, я даже не знаю, как ее назвать, не хочется опять же заниматься критиканством и говорить о том, что что-то правильно, что-то неправильно, потому что всегда можно задать самому себе вопрос, а ты-то собственно говоря сам кто такой, чтобы критиковать допустим тоже медицину, но вот опять же я говорю, я обращаюсь к душе и к сердцу, каждой клеточкой своего тела я чувствую, что болезнь это биоэнергоинформационное нарушение, это нарушение первично на тонком энергетическом уровне и уже поражение органа значит это всего лишь результат нарушения энергетики вот Валерия задает интересный вопрос правда ли что тело это оболочка созданная талантливыми инженерами высших сфер на самом деле тело человека иллюзия это наша воображаемая конструкция что самое интересное воображаемое то есть наша душа а захотела познавать мир и таким образом сформировала себе тело вы вот попробую сейчас вам это доказать потому что любую фразу любое слово необходимо каким-то образом подтверждать так вот давайте обратим внимание на руку вот видите рука она состоит из пальцев из кисть вот кисть руки в свою очередь кисть состоит из пальцев а пальцы состоят из чего из фаланг из фаланг фаланги в свою очередь состоят из ну в данном случае ноготь косточка мышцы кровеносные сосуды а это в свою очередь состоит из чего вот пальчики ну то есть допустим те же кости или мышцы это все состоит из молекул а молекулы из чего состоят из атомов но а дальше а атомы из чего состоят мало кто знает из чего состоят атомы а атомы состоят из четырех направлений то есть в точку сошлись четыре направления юг север и вот вверх вниз сошлись четыре пространства протоны и нейрон нейтроны там и все просто квантовые частицы это по сути как вам сказать электрон вот который летает вокруг ядра это на самом деле он не стоит это уже не материя это как я уже сказал направление то есть пространство сложилось в точку и образовывается мельчайшая частица кварк то есть на квартире квантовая физика по сути вот я не физик конечно но я идею саму понимаю хорошо то есть пространство которого материи нет вот чего состоит само пространство из ничего вот это не что сложилось одно направление сложились образовали точку из точки возникают атомы и получается наше тело состоит из ничего улавливаете о чем идет речь то есть та же самая и материя если взять стол за которыми сейчас сижу стул или что-то еще это все как ни странно состоит из ничего то есть ну можно сказать энергия но энергию как мы можем увидеть мы увидите и не можем и почувствовать не можем скажите можно ли каким-то образом увидеть честность справедливость можно ли увидеть страх гнев хорошо можно ли увидеть сон то что входит в сознание человека когда он засыпает ну косвенно по поступкам по проявлениям что там глаза как-то по-другому допустим гнев или страх но это будет не сама не сама эмоция а только ее проявление саму эмоцию скажите вот если человек допустим честность если он не будет демонстрировать никаких эмоций если он даже влюблен и тем не менее это есть так да и ушами мы не можем почувствовать это есть то есть есть вещи которые не материальные но они иногда правят миром даже эмоции собственно говоря и видеть их тоже нельзя они только на мышцы там проявляются что мышцы сокращаются человек начинает улыбаться или смеяться но иногда люди знаете как состояние гнева находится но настолько контролирует себя что вы никогда не подумайте что в нем бушует в душе огорчение предчувствие многие вещи невидимы но они в основном какой-то мере и доминирует и управляет этим телом и что самое интересное этот мир по сути сплошная иллюзия если вот нас бы не стало вот представьте что каждый кто сейчас меня слышит ну вот нас всех не стало или кого-то даже одного из нас не стало то все что человек этот видел слышал мир для него перестал бы существовать часто бывает так что один и два разных свидетеля видят одно и то же событие описывают его совершенно по-разному весь этот мир который мы видим находится в нашем сознании наше сознание сговорилась сознанием других людей договорилась о том что вот какое-то количество то сказать оборотов стрелки будет называться временем наше сознание договорилась о том что вот эта бумажка на ней написано там что-то тысячи рублей это будут деньги это коллективный сговор эго людей на самом деле реальность она совсем другая она не такая какая как договорились люди мир совсем другой мы видим в узком диапазоне частот мы слышим очень узком диапазоне частот между зрением и слухом пропасть между зрением и слухом пространство наполненные какими-то другими ультрафиолетом инфразвуком рентгеновскими лучами мы это не видим а если бы в реальный в реальный мы видели видели бы реальную картину мы могли бы увидеть это он тонкоматериальные сущности что в помещении может быть и черную энергию и светлую энергию в людях и многое другое но человек слеп глух и не он почти ничто не видит сильная мира сего однажды и в течение многих столетий договаривались и создавали иллюзию этого мира иллюзию политики и иллюзию финансов иллюзию мироустройство реальность не такая она совсем другая совсем иная не видит к счастью постоянно пропадает звук скажите а у других тоже звук пропадает или это тоже иллюзия если не трудно давайте отвлечемся и напиши ответьте у всех пропадает звук вот видите а вы говорите про иллюзию большинство говорит что звук хороший но у некоторых звук пропадает звук есть я чувствую что он хороший я чувствую ответ на отдачу звук прекрасный а у других звук плохой ну пусть подрегулирует что-то может быть сеть слабая вот видите мы уже даже в рамках вот этого восприятия субъективную картину мира как нам показывает наш компьютер как нам показывает все поэтому можно говорить о том что мы живем своеобразным придуманным иллюзорно иллюзорном мире и если мы научимся создавать пространство внутреннего счастья вокруг себя если мы вокруг себя притянем людей которые разделяются наши взгляды на мир которые разделяют наше мировоззрение то вокруг нас сформируется такое пространство ситхов и вот это и будет наша карма и вот это и будет настоящая реализация нашей жизни мы будем мир видеть постепенно таким каким привыкаем его и представляем своих мыслях и представлениях и если человек поверил в плохое если он поверил свою какую-то там несчастливую судьбу то постепенно она будет прорисовываться формироваться укрепляться уплотняться для него и потребуется столько же сил столько же энергии для того чтобы разрушить а знаете разрушив это тоже обломки ничего хорошего не будет а вот созидать свой свой прекрасный мир вокруг себя это целый процесс это целая часть нашей жизни и вот сейчас я хочу чтобы вы поняли основную идею вот этой нашей встречи что такое карма человека и приступили к этому своеобразному созиданию начинать надо делать хорошие дела добрые дела добрые дела начинать делать для своего тела и для других людей одновременно работая над собой начинаешь помогать другим людям и сам развиваешься совершенствуешься и познаешь себя и познаешь мир и постепенно медленно но верно формируешь пространство своего счастья пространство личного счастья вокруг самого себя это есть мир ситха мир просветленных и мир посвященных людей где время течет как они хотят где происходят события такие каким им надо где правит где их в их сердце живет любовь умиротворенность и удовлетворенность и этот мир никто в него не сможет лезть без разрешения нас и никто не сможет его разрушить потому что он полностью состоит из нашего сознания не знаю смог ли я убедить вас вот в этом вот в этом и проявляется наша к личная карма карма каждого каждой личности по сути своих бедах и и своих несчастьях мы сами в какой-то мере не ваты и заслуга если человек хорошо живет в радости в удовольствии умиротворенности то это его собственная личная тоже заслуга да есть среди нас такие н.ж. пишет да я вот так стараюсь жить оказывается как ситх правильно только не т.а.д. ситхи теперь я хотел бы кстати мне часто задают вопросы особенно на почту и просят рассказать чем я сам занимаюсь помимо вебинаров чему обучают на обучаю на занятиях в школе ведь я руководитель московской школы гипноза 27 лет значит я веду занятия в москве ну в индии в гоа и в частности в крыму в ялте такие индивидуальные занятия и меня спрашивают а можно ли еще попасть что надо как как попасть ко мне на прием вот как попасть ко мне на консультацию я это раньше не отвечал на эти вопросы но последнее время почитал почту и сплошные такие вопросы я даже в интернете написал какой-то общий ответ ну потому что как бы каждому отвечать очень сложно одно и то же за этот вопрос как вам попасть к примеру на прием вот и чего вы обучаете в своей школе дайте программу я много раз говорил что программу я дать не могу я обучаю всему что умею сам я обучаю самогипнозу саморегуляции саморазвитию самопознание я обучаю тому чтобы человек умел в первую очередь влиять на самого себя чтобы уравновесил гуморы сначала укрепил здоровье иммунитет стал здоровым веселым жизнерадостным самодостаточным человеком я обучаю управлению энергиями управление умению засыпать управлять во время сна входить сны других людей если любимых людей или единомышленников ну и каким-то еще интересным вещам вот а что касается если когда лица попасть на консультацию то знаете человека нетрудно найти в интернете если понадобится да в конце концов вот у нас организатор прекраснейший галина просперитес в конце концов всегда можно с ней связаться и списаться она организатор и она сделает так чтобы в конце концов и ко мне попали если на часто спрашивают где я провожу занятия в москве у меня будет ближайшие занятия 16 марта и с 1 по 5 мая в крыму кстати нам надо с галиной обсудить вопрос скидки для людей которые придут от нее то есть если вы каким-то образом обойдете организатора ничего хорошего в этом нет то есть если вы через галину просперитес приходите к примеру то вам будет какая-то скидка почему-то скидка через нее делается когда напрямую ко мне приходите скидку нельзя получить я хочу разгрузить себя снять себя организаторские вот эти дела они меня напрягают это непросто управлять вести дела вот организационные все книги там издать напечатать что-то еще это отнимает очень много таких сил а я немножко другой человек я лучше поделюсь там скидка только вот чтоб кто-то взял на себя это вот поэтому спасибо голени она такой человек вот сразу отвечает сразу значит вот с ней связь держишь постоянно удобно я могу пропасть на несколько дней они отвечают на письма на звонки бы на кого накопилось там 500 письма а я просто физически на них не успеваю устало мне все надоело а организаторы все ответят все увидят значит письмо не успел прочитать ушло вниз уже новые письма пришли я не забили то письмо которое было до этого ну такова сложилось тем не менее значит на писем очень много ненужных пустых очень много с просьбами о помощи но я могу помочь только ученикам так потому что человек ограничен своих возможностях ученикам и их родным поэтому так вот и делаем приоритет у людей с которыми занимаюсь работой которых я знаю вот а а практические занятия в крыму с 1 по 5 мая еще будут 17 по 21 июня кстати кто мои не успевает хотя мои лучше сразу скажу все цветет я еду не из-за того чтобы как бы вот время такое мари что выходные дни хотя тоже важно все цветет мы не имеем право пропустить в этой жизни ни одну весну именно в этот момент побывав на природе в горах когда все цветет когда поле птицы когда ты выходишь из душной квартире и понимаешь вроде когда сидишь карте вроде тоже хорошо все нормально не так только вдохнул то свежий воздух когда увидел вот эту красоту ты понимаешь что душная квартира это какая-то камера просто и многих еще проучаю заниматься йогой ну медитации и хатха йогой чтобы потом они занимались дома у себя многие люди говорят так как же давно мне не получится мне там лет шестьдесят и никогда мне ничего не гнется вы не представляете как хорошо внется и тело и это связано вот с этим с головой с психикой с нервной системы с обидами стрессами гневом и как только мы не то чтобы простим себя и других людей как только мы осознаем этот момент что гибкость не связана с гибкостью а гибкость связана с нашим внутренним психическим миром то у самых таких пожилых людей у самых вот у меня в гуа это произошло у самых таких тяжелых казалось бы у которых полиартрит какие-то заболевания суставов вдруг появляется волшебная гибкость просто волшебные люди складывались завязывались бабушки извините под 60 которые в общем там тоже были в гуа со мной под 50 55 но они вдруг получили вторую молодость и даже помолодели лет на 10 на 15 сбросили там по 10 по килограмм за последнюю поездку они сейчас хорошем смысле подсели на вот хатха йогу и найти это очень важно потому что при занятии хатха йогу если ты занимаешься в большом городе то человек 11 миллионов пор вот эти вот дыречки но по всему телу 11 минут и ложки прилипают к лбу там или к телу за счет того что есть так называемый ионный поток и вот этот ионный поток набор энергии набор праны эти вот легкие частицы аэроионы их называют организм вот как бы набирает вот эту прану поэтому если мы будем заниматься в большом городе где-нибудь фитнес-центре фитнес-зале где везде пластик где потные люди мы там энергии не наберемся и да я оговорился это они сами при себя так говорили что вот у них 50 60 лет и них йога не пойдет у них йога йога пошла лучше чем у молодых так что все нормально так вот если мы будем заниматься фитнес-зале набор энергии не будет заниматься нужно на природе поэтому я выезжаю в горы в крым период цветения значит и соответственно там проводим практики медитативные напиток бессмертия готовы местах силы и парное молоко и чай пуэр и практики набора энергии и вечером йога полутора часовая ну практические занятия это позволяет мне сделать на природе потому что какие-то вещи я не имею права делать когда нет набора энергии то есть это может даже и неправильно только вот на природе рекомендуется да я в общем то последнее время замечаю людей которые нет люди не палатках живут они живут центре ялта гостиница престиж ялта называется мы выезжаем горы часам трем четырем возвращаемся то есть транспорт есть места силы ну там немного пройти конечно надо номера гостиницы довольно комфортабельные в каждом мини коттеджики в каждом еще есть мини сауна своя значит и соответственно правда питание вегетарианское но люди приспосабливаются да я вот 22 воскресенья улетаю в крым значит специально на на неделю подзарядиться ну и естественно готовлю поездку то есть гостиницу забронировать посмотреть условия проживания питания подъезды и все остальное и новые места но самое человек в возрасте у меня были по 76 76 лет люди 70 50 40 ну начиная с 20 лет то есть в общем то группа самое интересное разное ну конечно вот и в этот раз чуть помоложе будет но несколько человек в возрасте так где-то под 60 65 будет несколько человек то есть они не отягощают а наоборот даже как-то вот оживляют группу то есть мы смотрим что у них получается у них удивляемся вот так что так вот да соответственно еще одно объявление завтра я в общем то прихожу сюда как вы понимаете закон жанра вот эти вот встречи они значит бесплатные встречи к сожалению они не так полезны как я бы хотел значит когда человек мы в прошлом году 2014 году я уже об этом в интернете написал я почти год проводил бесплатные вебинары когда я посмотрел затраты энергии сил и результаты оказались результаты так себе слабенькие я ведь хотел как лучше подумал ну вот я доброе дело буду делать люди будут приучаться заниматься медитации практики будут делать вот хотел как лучше получилось тоже как говорится как всегда ну результаты так себе я решил ввести платное занятие вот по субботам 18.00 взял то кстати суббота 18.00 ввел платные занятия и результаты сразу стали лучше люди которые ценят труд свой в первую очередь они ценят труд другого человека который им что-то делает для них и результаты сразу улучшаются так что в общем то и потом если Галина Расперитес сейчас позволит мне представить человека который нам может объяснить как работает партнерка я ведь уже вам говорил неоднократно что моя задача сделать так чтобы люди ну перестали зависеть от общества здесь много людей реализованных то есть я хочу чтобы вы получили определенную свободу перестали работать перестали выходить на работу к десяти всю неделю быть на работе а вечером значит спасибо а вечером там допустим ну небольшое количество времени опять утром под будильник вставать я хочу предложить партнерку школа Геннадия Гончарова это своеобразный может быть и небольшой но надежный бренд вы ходите на мои занятия вот сейчас может быть кто-то придет завтра на практику медитации значит завтра чтение вет и практика медитации по субботам и вы имеете право претендовать на имеете право претендовать на на бренд школы на частичку имени школы и на частичку ту которую вы пожелаете хотите больше пусть будет больше хотите меньше пусть будет меньше но замысел заключается в том что научившись работать над собой попробуйте убедить свое окружение если мы это не сделаем мы окажемся в окружении ненужных нам энергий нам надо чтобы было с кем разделить свою точку зрения нам надо было чтобы вокруг нас так же были вегетарианцы если мы сами являемся вегетарианцами нам надо чтобы вокруг нас были позитивные люди поэтому купите такой вебинар своей маме своему начальнику своей подруге подарите это не так много пятьсот рублей дело не в деньгах и даже сейчас я не говорю о монетизации я говорю совершенно о том чтобы вокруг вас сформировалось окружение это в тысячу раз ценнее чем любые деньги это важнее вы поймете насколько это важно когда у вас появятся единомышленники с кем можно выехать на природу позаниматься легой с кем есть о чем поговорить попробуйте создать вокруг себя такое окружение убедите их в этом в том числе проверите свои способности и свою волю смогли вы это сделать или нет пора действовать в таком случае если вы сможете там найти это реферальная система значит на занятие нельзя попасть только лишь имея код наставника соответственно вы можете зарегистрироваться и вам тоже код наставника получается и вы можете создать свою группу пригласить 20 30 100 человек 50 человек это позволит вам получать с каждого человека 40 процентов то есть я хочу чтобы деньги возвращались людям а те а те пригласят от своих друзей те 7 процентов еще получите свои друзей друзей те 5 те еще и там 3 и 5 и так уходят и значит соответственно сумма не такая большая 500 рублей и 70 процентов с этого будет отдаваться сети и может быть кто-то удачливый человек сможет создать свою такую группу с которым потом будет заниматься и работать пока я с этой буду группой заниматься а потом я уйду моих сил не так много и я хочу чтобы вы потом делали то что я делаю то есть читали веды обучали людей йоги или пропаганду здорового образа жизни учили медитации это будет ваш труд за этот труд вы будете получать оплату и это даст вам свободу напоминает пирамиду все пирамида ничего кроме пирамиды нигде ничего нет государство армия министерство все это все пирамидальные вещи финансовые структуры это все пирамиды без пирамиды вообще ничего нет понимаете посмотрите армию верховный главнокомандующий генеральный штаб генералы потом полковники но генерал командует армией полковник там командовать дивизии значит подполковник или капитан соответственно батальон рота и так далее это тоже самое и духовная иерархия пирамиды ничего существует только пирамида кроме пирамиды ничего нет или спираль можно так сказать то есть ракушка спираль радужный маркетинг вокруг вас будут создаваться уровни вашей же защиты вот по сути честно говоря даже не хотелось бы да любой коллектив пирамида и по этой системе строится руководитель подчиненный и так далее и так далее и как вот армия вот значит но я не силен в этих вот вещах мне просто хочется построить вот эту систему я чувствую что она работает она уже честно работала если вы зайдете вот на сайт гончаров.ру и вас вот Галина Просперита сдала код это ее код то вы сможете зарегистрироваться если у вас пойдет реферальная система если вы имеете опыт работы в МЛМ или в каких-то других значит соответственно у вас еще получится может быть у вас свои сообщества есть или у вас много друзей в социальных сетях то вы можете сделать себе такой небольшой бизнес используя имя школы гончарова кто знает мы даем шанс мы пробуем это делать для меня это форма игры мне нравится я попробую можно стать партнером и без покупки тренингов можно и не быть партнером здесь нет насилия здесь ничего не навязывается здесь только предложение если вы не хотите слушать сейчас человека который обучался в Оксфорде который учился во Франции который знает как строить партнерские программы можно просто сейчас вот я закончу и уйти и все никаких претензий никто не предъявляет и с таким же удовольствием можете прийти на любой мой тренинг совершенно но просто без кода наставника система не пустит ну это надо для роботизации то есть чтобы вот знаете Елена Касаткина и Галина Преспиритес они вздох такое облегчение сделали ой как нас достало вот это значит контроль за оплатой вот все эти карточки все остальное а здесь система сама будет регистрировать включать и все делать ну как я это понимаю вот видите улыбается потому что тоже организационные те самые организаторские дела они отнимают довольно много сил значит так сейчас Галина если вы не против значит вы сейчас войдете в эфир пять минут поговорите а я свяжусь с Инной Гавриловой значит и попрошу ее через пять минут выйти в эфир вы пока с людьми поговорите значит завтра в шесть вечера жду на своей встрече на практике будем ходить за ангелом-хранителем кстати завтра особенная встреча вот кто ну бывал или не не бывал на моих вот этих практиках по субботам обязательно придите завтра значит обязательно придите завтра потому что у нас будет путешествие в нижний мир за ангелом-хранителем а это делается раз в году и в нижний мир ну не может быть такое вы что я даже сейчас могу зайти значит на сайт гончаров.ру и проверю так секундочку вот на правой кнопкой мыши открыть новой вкладке легко открывается гончаров.ру да что вы мне говорите я за этим делом следим возможно неправильно набрали дайте-ка попробуем сейчас напечатать напечатать вот вот это такой вот и там все что надо только знать код наставника вашего еще получится нижний мир это наше подсознание значит верхний мир это сверхсознание автоматически генерируется если нет то можете позвонить в офис или еще раз письмо написать вам в ручном режиме отправим пароль значит значит так нет у нас каждую субботу ровно в 18.00 начинаются эти занятия я ничего изменить уже не могу это принятое решение глубинное капитальное такое менять время не можем вот сбился с мысли хорошо я сейчас выхожу значит Галина зайдите я свяжу с Инной Гавриловой она будет нас обучать партнерке партнерской программе очень толковый человек поверьте я умею подбирать людей я умею находить интересных людей я их чувствую и каждый человек которого я представляю во-первых веселый жизнерадостный во-вторых здоровый во-вторых счастливый удачливый и так далее то есть я на эти вещи обращаю внимание иначе бы я не смог этого человека представить если представляю значит соответственно надеюсь что она будет хотя бы нам нести какой-то позитив ну а если и знание еще крупицы даст как вот формировать партнерку возможно значит будет все хорошо значит ну что ж я сейчас выхожу и через пять минут приглашу Инну Гаврилову а пока Галина вот вы меня подстрахуйте да вот пишут отделить ссылку от кода значит Галина повторите снова Гончаров потом пробел потом код наставника а то вы написали одним словом и интерактивная ссылка да вот правильно спасибо да даже здесь она интерактивная все выхожу всех благ я вас очень люблю и спасибо что вы приходите на встречи и мы делим время вместе вместе геннадий огромное спасибо за выступление как всегда очень интересно много нового услышали что-то лучше уложилось в голову в сознание то что и знали и но забыли друзья друзья здравствуйте как меня слышно хочу вначале вообще уточнить какой звук потому что сегодня у меня не получилось начать выступление в тот самый момент когда я открыла рост чтобы с вами поздороваться меня выбросило из комнаты слышно слышно хорошо да что там не про ситха написали я ситх почему это алинара другая галина отлично хорошо слышно какие у вас есть вопросы по предложенным по предложенной завтра медитации спасибо спасибо большое за теплые слова какие есть вопросы по завтрашней медитации по оплате еще раз сбрасываю вы регистрируетесь вот на этом сайте гончаров.ру и там в первой в первом квадратике спрашивает код наставника вносите вот этот код и дальше очень легкой регистрации и потом вы можете оплачивать уже напрямую вам будет приходить ссылка на комнату потому что раньше получалось так что я не все письма получала или там что-то про ну всякое бывает или во время не открывала их из-за разницы во времени большой и некоторые люди не успевали во время попасть на медитацию даже было два раза что люди совсем не практически не успели вот поэтому теперь вот с поводу записи пожалуйста это надо было геннадий спросить там хозяин он в этой комнате хозяйка я поэтому я решаю делать записи или нет рассылать или нет а там это тоже его территория он считает что запись не нужно делать что должно быть практическое занятие так куда написать что подтвердили а вам подождите слава вы когда регистрируетесь вам просто приходит ссылка на курсу письмо на e-mail и там будет все сказано регистрация регистрация нужно для для оплаты чтобы получить ссылку на комнату автоматически то есть это для всех упрощается возможность присутствовать на медитации и для меня тоже правильно геннадий сказал что действительно было очень много работы со всем этим учетом не пришло да но сейчас будет выступать после меня специалист которая как раз всем этим занимается знаете что если кому что не пришло придется пока использовать мой почты я знаю что там что-то у них время от времени выбивает я когда зарегистрировалась мне все сразу пришло я недели две назад зарегистрировалась сейчас точно не помню пишите тогда мне на почту что остается делать сейчас я там тогда в геннаде спрошу ссылку так у меня сейчас открыта страница если вы зарегистрировались у меня там должно пройти как-то вот сейчас девять человек зарегистрировалась но оплату сделал только один человек пока я вижу оплаты еще не будем не прошли тут оплата значит через яндекс и через карточку сбербанка на карточку сбербанка то есть два варианта оплаты пока не сделали но кому это не подходит придется пока мне платить как пока не сделать любые другие варианты оплаты что-то хотела сказать сбилась цена 500 рублей значит смотрите сейчас смотрю и зарегистрировала 6 человек вот напишите другие другие получили письма на имя да кстати мне письмо пришло от них в спам проверьте пожалуйста слава спам ваш именно оплатили именно на этот код может быть вы оплатили на код другого человека потому что мне пока платил ну то есть у меня видно что платил один человек и я знаю кто конечно а нет чтобы стать партнером не обязательно оплачивать вы можете вот геннадий говорил что вы можете просто свой код регистрации теперь разослать своим друзьям и вот моя страница вы можете вы можете эту страницу как бы переделать под себя где страница где рассказывается о том что куда вы людей приглашаете можете туда за текст ну слава я бы ничего сказать не могу скорее всего наплачивал не мне ну в смысле не на не на мой код надежда что вы имеете ввиду андра мой логин поездка в крым стоит пятьсот ой пятьдесят тысяч рублей это туда входит сейчас я сброшу ссылку еще раз и скажу что входит вот я сейчас брошу ссылку на страницу там есть и про индивидуальные сеансы в москве потому что все таки большую часть геннадий гончаров проживает в москве у него там своя школа гипноза есть и он там принимает ну вот в мае с первого по пятое мая и в июне с семнадцатого по двадцать первого он будет принимать и проводить в принципе это одно и то же индивидуальные сеансы или вот то что то это практически тренинг в крыму это в принципе одно и то же просто в разных так сказать местах это стоит пятьдесят тысяч рублей туда входит тренинг вот эти пять дней которые он будет у вас утра до вечера чему-то обучать практиковать вот проживание он забронировал места для участников тренинга это проживание питания за свой счет и проживание в гостинице ялта престиж это в центре ялты вот там значит номер один на двоих две тысячи рублей в сутки стоит вы можете один занять или вы можете по тысяче рублей каждый день платить и жить вдвоем и что там еще какой-то вариант был а понятно но мне пока не видно я еще сама не разобралась надежда где там смотреть кто подо мной зарядился у меня просто видно что 9 утром было 3 человека а сейчас 9 стало сейчас уже может и больше сейчас я свяжу страницу ну 10 человек да пока что облада только от одного человека поступила может быть она не сразу как-то там проявляется я не знаю может она проходит какой-то определенный этап так и значит вот по поводу поездки в крым значит если вы хотите поехать в крым то вы должны сейчас я открою страницу там написано что будет то есть в цену входит 50 тысяч тренинг обучения геннадий учит всему тому что он сам умеет все поездки по местам силы индивидуальная программа и плюс 6 месяцев поддержка по skype вживую и предоплата 10 тысяч кто хочет поехать платите предоплату 10 тысяч вот есть кнопочка купить и вы уже зачислены потому что количество мест ограничено он не может брать по-моему он берет 10 человек насколько я знаю вот кстати о поездке об индивидуальном станции вернем он не дал познакомь меня с одной женщиной которая тоже проживает здесь у нас в Америке она у него прошла этот педневный курс вот и она мне говорит что у нее прошла вообще полная трансформация то есть у нее все стало как говорится с ног нет с головы на ноги то есть она просто в бешеном восторге как меня заразило тоже теперь хочется пойти поехать так как построить сайт под своими нет вы можете просто взять текст вы не можете подстроить вы можете просто взять текст оттуда для того чтобы людей приглашать вы же не можете им просто говорить вот на подпишись заплати 500 рублей человек скажет чего то я буду платить а либо прочитайте сами текст либо можете просто сделать себе какую-то страничку может быть даже просто вы можете взять текст и в ворде все это напечатать и сделать рассылку только там убрать слово купить или оплатить не полностью это все это я про для того чтобы вам было легче людей приглашать вот так вот я рассказываю про элла она кстати у нас будет воскресенье выступать она еще и ученица и вот да геннадий дончаров сказал про эллу что она просветленная стала он так ее ценил он об этом говорил на позапрошлую субботу на медитации а вы у нее сами спросите в воскресенье она будет выступать у нас в 20 часов по Москве я точно не помню в 19 или 20 по Москве но она на самом деле очень светлый человек я с ней по скайпу по телефону общаюсь она кстати еще у каху стерлинга закончила курс сигнатурной клетки ну собственно вы уже рассылали страницу и вы можете это все прочитать про нее это я к слову говорю что она кстати вам приходите в воскресенье она расскажет и про поездку гончарова в том числе как она у него училась да здесь в этой комнате он хочет так сказать для себя точно решить что надо это ему или не надо вот за одним послушайте человека который обучался у Геннадии и просто говорит Галя говорит это нечто это полная трансформация сейчас я попробую найти ее страницу посмотрите какая тема знаете я столько всего что уже какие-то вещи не успеваю запоминать так очень много информации это не получилось нет не получилось В воскресенье она будет говорить на тему, как открыть способности в себе к лечению праной и энергии, чтобы помочь себе родным, близким и даже своим любимым питомцам. И как прожить жизнь без болезни, оставаясь всегда молодым, иметь возможность помочь своим родным и близким. То есть будет тема вначале общая, а потом уже будет конкретика. Она много еще где училась, поэтому... А, Инна, вы уже готовы, да? Так, в воскресенье это будет в 20 или в 19. Ну, следите за ссылкой, как говорится. Сейчас я сброшу... Инна, пожалуйста, дайте мне еще секунду. Если, друзья, есть какие-то вопросы, связанные со мной, пожалуйста, пишите сейчас, потому что я... У нас сейчас день, я вынуждена уйти, у меня тут свои дела. Я уже не выйду сегодня сюда. Так. И напишу свой скайп. Кому-то нужно срочно со мной связаться, пожалуйста. Или кто хочет вступить в нашу группу, где я все ссылки выкладываю сразу, ссылки на вход, ссылки на запись, запись сегодняшней встречи, Геннадий обязательно будет. И будет выложено на... Ну, не знаю, через час, через два. Примерно так. Поэтому можете брать меня в скайп и решать какие-то вопросы, которые сейчас не успели... На которые сейчас не успели получить ответ. Или в скайпе, в группу, да? Мы имели в виду... Ой, то есть в ВКонтакте. Сейчас я сейчас брошу группу ВКонтакте. Вот, пожалуйста, у вас есть... Светлана, если вы оплатите через сайт Гончарова, сейчас я еще раз его сброшу, то успеете. Если через меня... Ну, в принципе, ссылку тоже успеете. Я где-то примерно в это время выйду тоже на скайп, у нас это будет утро. И вышлю вам ссылку. Вы тогда мне пишите... Ой. Вы мне тогда, пожалуйста, пишите на какой-либо из контактов, и я вам вышлю ссылку. Ох, опять я забыла отделить. Так. Светлана, возьмите меня на всякий пожарный в скайп, это будет самый быстрый связь со мной, чтобы вы получили завтра ссылку. То есть я как раз говорю, это примерно в это время выйду на скайп. Так, друзья, еще какие-то вопросы есть? Так, значит, по медитации завтра все понятно, да? По приездке в Сочи или в Москву на индивидуальный сеанс все понятно. А, курс Лана. Напишите мне, пожалуйста, на скайп или на почту, я вам отвечу. Я сейчас не готова вам сказать. Потому что я не уверена, что он берет на такую, на индивидуальную. Я имею в виду... Вы хотите, чтобы я сбросила ссылку ей свою? Завтра, Александр, будет у нас онлайн-медитация в 18 часов. Здесь, ой, в другой комнате ссылка с паролем будет выслана всем, кто оплатит. Так. Инна говорила, да, я же должна дать ссылку тогда. Хорошо. Тогда я сейчас сброшу вам и на свою личную ссылку, потому что у меня пока нет возможности зайти в мою комнату, взять другую ссылку. И вы тогда по моей ссылке зайдете. Хорошо? Ну все, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами. Продолжайте заниматься. И до встречи с вами завтра в эфире или в воскресенье. Продолжайте. 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 Мне пишите, как вы слышите. И мы с вами отлично пообщаемся. Я вас всех приветствую. Очень рада. Разные страны. Спасибо большое за то, что я сегодня вышла с вами в эфир. Я сегодня учусь у Геннадия Аркадьевича именно новому уровню аутотренинга. И так как у меня больше 25 лет опыта бизнеса, то, конечно же, я с удовольствием приняла предложение возглавить его партнерскую программу. Так как я еще и педагог, и коуч, то эту программу я сегодня разрабатываю. Итак, что же такое программа дает именно вам, каждому человеку, который о ней узнает? И первое, что же лежит в основе этой программы? В основе программы лежит желание Гончарова поделиться. Знаете, когда у человека есть все, и он радуется тому, что у него есть, то он, конечно же, самую большую радость обретает именно в том, чтобы делиться. И в основе программы партнерская лежит именно это его желание. Что вы с этим желанием можете сделать конкретно для себя? Вы становитесь партнером, и сегодня это сделать достаточно легко. Вы просто берете, регистрируетесь, заходите на вебинар завтра, и таким образом вы попадаете в партнерскую программу для Гончарова. Я хочу сказать, что такой опыт, он, конечно же, для тех, кто первыми узнает об этой партнерской программе, и это сегодня вы. Это сегодня мы. Я лично этому очень рада. И дальше, ставьте вам все плюсы этой программы, я думаю, что вы со мной согласитесь. Итак, пожалуйста, поставьте еще раз плюсики, как меня слышно, тихо ли, или сейчас все идет хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я буду очень рада видеть обратную связь. Десятка. Отлично. Спасибо, Галина. Итак, самое важное – это то, что вы входите в сообщество, потому что сегодня Геннадий, он создает именно сообщество людей, которые живут с одними и теми же ценностями, по одним и тем же критериям. И если вы входите в сообщество Геннадия Гончарова, то однозначно вы просто будете обречены на здоровье, на благополучие во всех отношениях и со своими близкими, и в отношениях со своими бизнес-партнерами, и на богатство. И я считаю, что это самое главное, что ставится во главу угла, именно то, что вы можете быть в сообществе. Основные ценности – это здоровье, благополучие и богатство. Ничего не слышно, Наталья. Скажите, пожалуйста, это только Наталья не слышно, или другим тоже нашим участникам вебинара не слышно. Пожалуйста, по фестивальной шкале поставьте. Так, у Галины хорошо, у Ферни хорошо, у Зелены почему-то тихо. Я постараюсь говорить еще ближе. Это уже по максимуму, что возможно. Можно, подождите-ка секундочку, сейчас еще раз проверю звук. Секундочку, секундочку. Сейчас мы с вами сделаем все, что возможно, чтобы было слышно хорошо. Продолжайте, пожалуйста, давать обратную связь. Так нормально. Все отлично. Тогда мы с вами продолжим. Потому что, конечно же, после медитации хочется дальше продолжить, отдохнуть. Но то, что вы можете это продолжать, не просто зайти, научиться медитировать, получить огромное удовольствие, релакс, получить огромную пользу в его здоровье. Но вы можете быть, как я уже говорила, внутри всего этого. Вы можете стать частью сообщества, которое сегодня создает Геннадий Аркадьевич. И для этого, как я уже сказала вам, мы завтра идти на сайт, который вам уже здесь написали. И под наставника зарегистрироваться и принять участие в первом вебинаре. Завтра мы более подробно поговорим о том, каким образом будет проходить обучение. Обучение – это конкретная программа. Потому что, кроме того, что вы становитесь частью сообщества, вы имеете привилегии в общении с таким человеком, как Геннадий Гончаров. Вы имеете привилегии в живых тренингах, потому что на сегодняшний день общение с ним становится все более и более ограничено. для более и более узкого круга людей. Поэтому каждый человек, который хочет прикоснуться к этому огромному источнику знаний, и я это говорю совершенно искренне, потому что столько лет, десятков лет, я бы сказала, и, наверное, всю жизнь, он собирал эти знания. И сегодня он... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И завтра я вам самым подробным образом расскажу, что же участие в сообществе дает каждому человеку. Сейчас я хочу сказать, что вы знаете, раньше на Руси свободными людьми называли тех людей, которые принадлежали какому-то сообществу. Их называли своими свободными людьми, а те люди, которые были сами по себе, их называли холопами. Поэтому свободный человек, он обязательно принадлежит к какому-то сообществу. К какому же сообществу нужно принадлежать каждому человеку? Вы выбираете по своим ценностям. И если вы сегодня здесь, на этом вебинаре, то, конечно же, те ценности, которые транслирует Геннадий Гончаров, они спит. И, как я уже сказала, завтра мы самым подробным образом, конкретно, по пунктам, говорим с вами о том, какие преимущества в тренингах, в общении, в путешествиях, которые сегодня готовятся. И это на самом деле путешествие длиною жизни. Потому что программа у Геннадия, она огромная. Это места силы. Это совершенно удивительные знания, которые вы можете получать. И самое главное, это то, что вы становитесь хозяином собственной жизни. Вы ее строите так, как вы желаете. Никаких преград, это точно. Поэтому завтра мы подробнейшим образом об этом поговорим. Второй момент, это то, что вы можете использовать бренд Московской школы дипноза Геннадия Гончарова и само его имя для того, чтобы строить собственные группы, строить собственные бизнес-центры. Также завтра я вам расскажу подробно, каким образом эти бизнес-центры будут работать. То есть вы становитесь каким-то образом руководителем, продюсером имени Геннадия Гончарова. Вы имеете право представлять бренд. И, конечно же, для того, чтобы делать это, вам нужны будут определенные права, не только на словах. Это все будет подтверждено документально. И вы можете этот бренд продвигать. И продвижение востребованного бренда, это всегда приносит прибыль. И третий пункт, это то, что ваше продвижение начнет вам приносить прибыль. Потому что люди стремятся побывать на вебинарах Геннадия Гончарова. Люди хотят прикоснуться к тем знаниям, которые он передает сегодня. И вы сможете сейчас этим процессом управлять. Я вам скажу даже больше. Так как все сегодня только начинается, вы сможете этот процесс возглавить. Потому что сегодня Геннадий принял решение создать свой ближний труд. И в него войдут те люди. Конечно же, ничего случайного в этом мире не бывает. И здесь тоже не будет ничего случайного. Но сегодня шанс есть у каждого. Просто спросите себя, насколько сегодня в моей жизни есть пространство, которое я могу заполнить именно этим. Быть рядом с этим удивительным человеком, который живет так, как он хочет жить. Он делает то, что хочет делать. И все его действия, они приносят огромную пользу окружающему миру. Потому что когда вы входите в его пространство, то однозначно вы становитесь здоровее, вы становитесь благополучнее и бомжнее. И мы приготовили очень много тем. Эти темы касаются каждого аспекта жизни человека. Это наша жизнь, это наша смерть, это наше отношение с близкими, с детьми, с самим собой. Это исследование того неизведанного, бесконечно неизведанного, то, что называется человеческим существом. И все это, вы в этом живете, и это вам начинает приносить доход. На первом этапе это будет тот доход, который вас будет радовать, который даст вам возможность продолжать заниматься с Геннадием Венчаровым. Он даст вам возможность пройти вживую его тренинги. И при этом вы не будете думать о деньгах. И когда вы начнете продвигаться дальше по карьерной лестнице, а карьерная лестница – это то, с такой радостью, с такой энергией вы начнете передавать то, что вы получите от Геннадием Венчаровым. Потому что когда вы получаете сами, это делает вас лучше, добрее, умнее и сильнее. Когда вы начинаете передавать, это все умножается в 10 раз. То есть это все возвращается вам к царице. Поэтому передавать – это очень важно. И завтра уже на тренинге, который проводит Геннадий Аркадьевич, вы можете быть не один. Потому что как только вы вам сегодня дали код наставника, я видела здесь вопрос, код наставника он единственный или их много. Как только вы регистрируете в вашем личном кабинете, вы сразу это увидите, будет ваш собственный код наставника. Вы его копируете, передаваете вашим друзьям, делаете им такой потрясающий подарок, удивительный подарок. Может быть, это будет самый лучший подарок в жизни, потому что он однозначно не приведет здоровье и благополучие. Итак, вы копируете свой код наставника, вы передаете его своим друзьям, и завтра они за символическую сцену могут прикоснуться к удивительному учению и к удивительному человеку. И после тренинга и медитации с Геннадием Геннадьевым мы с вами более подробно поговорим о том, каким образом вы можете войти в ближний круг. Это значит, вы на прямой связи. Это значит, вы получаете самые глубокие сакральные знания. Это значит, вы учениками. И каким образом вы получаете деньги за то, что вы становитесь здоровее, красивее, счастливее, за то, что вы этим делитесь. Это на самом деле потрясающе. И, наверное, в мире происходят какие-то новые, удивительные вещи. Раз на первое место выходят именно такие возможности. На первое место выходят возможности получать знания о красоте, здоровье, о счастье и богатстве. Делиться им. И это приносит деньги. Какие деньги конкретно, мы с вами завтра подробнее поговорим. Я вам хочу сказать, что таких зарплат нет ни в одной стране. И бизнес сегодня, он тоже не приносит тех доходов, о которых мы с вами будем завтра говорить. Поэтому, если у вас есть вопросы ко мне на мой короткий анонс, то я с удовольствием на них отвечу. Если у вас нет вопросов, то вы еще раз порегистрируетесь через код наставника, который вам дала Галина. Это ее площадка. И когда вы приходите на ее площадку, то вы регистрируетесь через ее код наставника. И затем при регистрации вы сразу увидите на вашей личной страничке ваш собственный код наставника. Я вам советую ваше время, это самое драгоценное, что у нас есть, потратить именно на то, чтобы передать код наставника тем людям, которых вы любите, тем людям, которым вы желаете добра. И завтра мы с вами все вместе встретимся в известном событии на вебинаре, который проводят именно на своей площадке. Геннадий Генчаров. Я вас подробнее познакомлю с радужным маркетингом. Именно так он называется. И вы узнаете, какие конкретные шаги нужно делать для того, чтобы получить все то, о чем я вам говорила. Итак, здесь есть. Да, Галина дала информацию. Есть ли ко мне какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, напишите, есть ли вопросы. Или есть ли вам все понятно, то, что я вам сказала? Поставьте, пожалуйста, подисть, насколько все понятно, насколько сегодня вы увидели те конкретные, спасибо вам, те конкретные моменты, которые вы получите, участвуя в партнерской программе Геннадия Аркадьевича Генчарова. И позвольте я вам еще раз их озвучить. Первое – это вхождение в сообщество. Второе – это постоянное участие во всех трене. И при этом это участие будет вам доставлено через приглашение ваших друзей, через подарки, которые вы и делаете, передав им вход наставника. То есть вы постоянно сможете принимать участие в тренингах. И третье – это то, что ваша деятельность в сообществе начнет приносить вам деньги. Такие конкретно мы с вами поговорим. Коды наставников вы увидите в своем личном кабинете. Сейчас берите код наставника, регистрируйтесь, сразу получите свой. И сразу же его передавайте, потому что чем быстрее вы перейдете к действиям, тем быстрее вы получите результат. И, конечно же, я бы хотела узнать каждого человека, который здесь присутствует, потому что мы с вами знакомы, у нас очень мало времени. Все, что смогла, я вам передала. И, конечно же, я буду ждать, чтобы мы с вами встретились, потому что передать есть что. Я не просто так сегодня работаю с Геннадием Аркадьевичем, не просто так он меня пригласил. Есть передать, поверьте. И я желаю всем замечательного дня, замечательной ночи. Очень много удачи, очень много всего хорошего. И до свидания, до завтра. Пока-пока всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.